Мы сейчас занимаемся с Алексеем самым любимым для всех музыкантов делом, когда есть много музыки, много нот, чудесный рояль, и мы играем для себя музыку, ищем самые прекрасные мелодии, принцип восторга. Что придет в голову, что сыграть, когда, в какой момент, почему именно это? Мы спорим, мы играем, мы переигрываем, мы соревнуемся, мы ищем. Скажи мне, пожалуйста, как ты относишься к творчеству ференциалиста? Вот это хороший вопрос. Как я отношусь к творчеству ференциалиста? Очень сложно. Если я признаюсь тебе честно, то его музыку я слушаю меньше, чем музыку Брамса, меньше, чем музыку Моцарта, меньше, чем музыку Прокофьева и Баха и так далее, на один из самых нечасто слушаемых мной композитов. Тобой. Да. И вот почему я тебе скажу. Потому что вот если говорить о высоком великом мелодизме, о глубокой духовности, то мне в нем не хватает. Он какой-то безумный, сумасшедший цирковой артист. Дьявол, демон, вообще шоумен, кто угодно. Но у него с мелодиями все, мне кажется, не очень благополучно. Хорошо. Давай послушаем просто такой кусочек мелодии. Что, нету глубины? Нет, нет. Это гениальная мелодия, это из фортепианного концерта, это потрясающе. Но не так много таких мелодий. Вот ты можешь одну мелодию привести в пример, а дальше? Нет, ну, как? Я-то знаешь, мне кажется, что многие люди вообще могли бы сказать, что это самый выдающийся мелодист по красоте его мелодии. Хотя бы вот это. Грёзы любви, да? Опять согласен. Грёзы любви – это действительно всеобщая любимая мелодия. Если собрать 100 любимых мелодий на планете Земля... Да, это будет точно так. ...то это в неё войдёт, даже, может быть, в 30 войдёт, да? Грёзы любви. Но, опять же, это исключение. Это исключение. Всё-таки он слишком шоумен, он слишком много работал на эффект. Что ты предлагаешь из листа сегодня? Я хочу сыграть замечательное, на мой взгляд, произведение «Санет Петрарки» номер 104. 104? Здесь я поднимаю лапки кверху, потому что 104-й «Санет Петрарки» – одно из самых не только глубоких произведений листа, но, на мой взгляд, это ещё и программа для всего романтизма. То есть, вот, если хочешь понять, кто такие романтики, и, в частности, лист как безумец, нужно просто прочесть 104-й. Слушай, давай мы прочтём 104-й. У тебя ангелин здесь есть? Да, да, конечно. Да? Давай. Вот я просто прочту, потому что он здесь построен на антиномиях. Вот вслушайтесь, а ты потом сразу сыграешь, да? Хорошо. Вот сразу. И очень внимательно вслушайтесь в «Санет», и тогда вы почувствуете, как в отличайший случай, где музыка действительно по-настоящему вгрызается в поэзию. И сколько там мелодий разных и безумно красивых. Это я согласен. По поводу «Санета-104» согласен. Это одно из гениальных творений музыки вообще. Но слушайте, какой «Санет» выбрал безумец лист из Петрарки. Мне мира нет, и брани не подъемлю. Восторг и страх в груди, пожар и лёд. Заоблачный стремлю в мечтах полёт, и падаю низвержены на землю. Сжимая мир в объятиях, сон объемлю. Мне бог любви коварный плен куёт. Не узник я невольный, жду убьёт. Но медлит он, и вновь надежде внемлю. Я зрячь, без глаз, без языка кричу. Зову конец, и вновь молю пощада. Кляну себя, и всё же дни влачу. Мой плачь, мой смех, ни жизни мне не надо, ни гибели. Я мук своих хочу. И вот за пыл сердечный мне награда. Мой плачь, мой смех, ни жизни мне не надо, ни жизни мне не надо. Мой плачь, мой смех, ни жизни мне не надо. Мой плачь, мой смех, ни жизни мне не надо. Мой плачь, мой смех, ни жизни мне не надо. Мой плачь, мой смех, ни жизни мне не надо. Мой плачь, мой смех, ни жизни мне не надо. Мой плачь, мой смех. 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 Мой плачь, мой плачь, мой смех. 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 Мой плачь. Мой плачь, мой смех. Мой плачь, мой смех. лет назад. Обработка Крейслера. Понимаешь? И дальше написано в темпе Минуэта. Следующие ноты. Композитор Фридс Крейслер в темпе Минуэта, в скобках, в стиле Пуньяни. Ага, понятно. Так вот, Фридс Крейслер был необычайно талантливым композитором. А пробиться нельзя. Молодой человек с амбициями пишет кучу музыки. И вот он решил поразить мир. И это самая крупная мистификация за последние 300 лет. Он якобы зашел в архивы, достал оттуда неизвестных старинных композиторов и сделал их обработки. Обработки для скрипки и фортепиано. Обработки пошли вовсю. Все старики кричали, боже мой, благодаря Фридсу Крейслеру открыли такое чудо. Музыка Бетховена неизвестная музыка. Музыка не только Пуньяни, кого там только нет. И франкер какой-то, и кого там только нет. Сицилиан Ирикадон открыл композитора старинного франкера и обработал его. И только перед смертью а он прожил огромнейшую жизнь на смертном адре. Крейслер признался, господа, извините меня за шутки, оригиналов этих произведений нет. Это я писал в стиле. У него даже есть музыка в стиле Иоганна Христиана Баха, Карла Филиппа Эммануила Баха. Если бы он перед смертью не признался, мы бы и сегодня считали, что Крейслер открыл нам новое произведение. Новых композиторов, неизвестных, случайно ушедших, не уцелевших. И так, благодаря Крейслеру мы их узнали. Но вот, что интересно, чувство юмора у него невероятное. И в жизни оно проявлялось. Вот знаменитая история, которую все рассказывают из уст уста. Крейслер, будучи на гастролях, в одном городе зашел в магазин музыкальных инструментов и достает свою скрипку из футляра, знаменитейшую скрипку, великую скрипку, и говорит, я хотел бы, чтобы вы оценили вот эту скрипку. Значит, человек посмотрел скрипку внимательно, потом говорит, вы знаете, мне нужно пойти взять каталоги, потому что скрипка непростая. Я должен посмотреть в каталогах, что это за скрипка. Он ушел, говорит, прошу вас только подождите, подождите, я очень быстро приду. Быстро он пришел, но с полицией. Говорит, хватайте этого негодяя, он украл скрипку из самого Крейслера. Крейслер говорит, я сам Крейслер достаю. А документов нет. Ему пришлось провести ночь в полицейском управлении. Но они пришли туда, значит, и вдруг только под утро Крейслер догадался. Он говорит, я Крейслер. Вызовите этого человека, если он музыкант. Его позвали. Крейслер взял скрипку и сыграл свой знаменитый вальс, прекрасный розмарин. Тогда этот человек сказал, отпустите его, пожалуйста, я виноват. Только сам Крейслер может так сыграть. Это самый великий Крейслер. Ну, представляешь, какие шутки? А вот шутка, которую я тебе предлагаю сейчас сыграть, вот, да? Она совершенно уникальна. Ну, ищи пока, а я буду говорить. Значит, она уникальна. Называется она, значит, в темпе минуэта. О, в темпе минуэта, в стиле пуньяни. И вот, знаете что? Знаете что? Эта штука, на мой взгляд, для людей с очень тонким чувством музыкального юмора. Значит, представь себе королевский дворец. Роскошь, помпезность. Какие одежды? Появляются король и королева. Музыка могучая. Тебе тут предстоит играть огромные аккорды. А потом вдруг, вот как в кинематографе, сначала огромный зал. Король, королева, сотни людей танцующих, да? А потом вдруг камера как бы приближается к паре. Вот они только что сменили партнеров, да, по кругу. И вдруг она танцует, он танцует, и вдруг на одно мгновение она посмотрела на него, и там такая безумная страсть. Оказывается, она, поменяв партнера, как раз сейчас, в эти секунды, поняла, с кем она танцует. И это любовь. Она вспыхивает два раза, дважды раз, а потом опять, там, тарам, тататататататрам, а потом опять камера отдаляется, и огромный, грандиозный зал и опять танцует. Заинтриговал, заинтриговал. Я хочу, чтобы все услышали это чудо. Мы, постараюсь, я постараюсь, это нелегко, так вот сразу с налетом, но попробуем. Итак, в темпе минуэта. Мы в королевском дворце, и вдруг будем свидетелями неожиданно вспыхнувшей страсти. КОНЕЦ 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 Что? Знаешь, что? Вот мы еще никак не дошли до разговора о Рахманинове. Но сейчас я не буду говорить о Рахманинове. Просто я одну аллюзию недавно для себя открыл интересную. Ну, ты знаешь, что мое любимое произведение, наверное, у Рахманинов — это «Легия». Вот. И сейчас напомню просто первую этактную мелодию. И так далее. Мне кажется, что это второй опус, опус номер два Рахманинова. И Рахманинов, как мы знаем, он безумно любил музыку Чайковскую. Он был его кумиром в молодости. И не просто любил, он же был его учеником. Да. И мне кажется, что вот это навеяно... Я такой 17-й играю. Осенняя песня. Да, да. Более того, первые два звука совпадают, а потом зеркальные отражения. А ты это тоже заметил, да? Конечно, это здорово. Помнишь, мы когда-то даже играли, и вот подряд, да, и было ощущение, что это вот как два самых близких твоего человека. Не случайно же Чайковский поставил им очень странную отметку Рахманинову. Да, помню, он поставил пятерку и четыре плюса со всех сторон. И четыре плюса, да. Чудный был человек совершенно. Но, конечно, Рахманинов не мог забыть этого композитора, который, конечно, совершенно уникален. И уникален не только мелодиями, он уникален духом. Чайковский, да? Конечно. Он на грани, он на грани. И не случайно Пастернак пишет удивительную строчку однажды. Осенние сумерки Чехова, Чайковского и Левитана. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok